Всем привет, это программа Russian Slow Motion, и у меня вопрос. Что вы знаете о жидком кислороде? Наверняка немного. Скажем, вы не представляете себе, почему обыкновенный сухарь, пропитанный этим кориогенным газом, может делать вот так. А на что еще способен жидкий кислород, и почему он так делает? Сегодня расскажем и покажем. С первого раза. Наверное, глупо и самонадеянно вас каждый раз слезно упрашивать не пытаться самостоятельно повторять наши опасные эксперименты, а вот в этот раз и не получится у вас их повторить. Потому что жидкий кислород без спецразрешения никто вам не даст и не продаст. Вот так. Сурово, зато честно. А теперь смотрите, как делается фокус-покус с сухариком, что горел в начале программы. Так, как это делается? Ну, для начала вам нужно достать где-нибудь жидкий кислород. Заранее могу сказать, что достать его будет очень и очень сложно. Если вы это сделали, кислород наливается в химический стакан. Обычное стекло может просто не выдержать. Так. Закрываем кислород. И от греха подальше я его попрошу унести. Затем вот в эту вот кипящую кориогенную жидкость мы опускаем обыкновенный сухарь. Просто вот бросаем его вот так вот. И ждем, пока сухарь впитает в себя жидкость. А дай мне, пожалуйста, палочку, чтобы я мог вытащить. Ну, в принципе, процесс очень быстрый. Я думаю, что уже все готово. Вот палочкой вот так вот сейчас вытащим. Ать, ать, ать. Кислород я отдаю. Вылей его назад. Дальше все, что требуется, это сухарь поджечь. Что мы, собственно говоря, сейчас и сделаем. Готовы? Оп! Наша программа была бы не оригинальной от слова вообще, если бы подобные штуки мы бы не снимали на скоростные камеры. Конкретно эти кадры от российской супер-пупер-машинки под названием Evercam. Все происходит очень быстро. Вот, мне кажется, сухарь просто не до конца пропитался, а так бы от него только головешки бы и остались. Пока вы смотрите на красоту, я в который раз задам вопрос, почему происходит то, что происходит? Каким образом обыкновенный сухарь, который мы не пропитали топливом, а лишь окунули в жидкий кислород, горит так ярко, быстро и без остатка? Не знаете? Я вам тоже не скажу. Сохраняем интригу. Первый эксперимент закончен. Наш следующий герой то, что в советские годы предлагали брать с собой в больницу. Это вата. Вот здесь она пока полежит. Я кусочек заранее уже опустил в жидкий кислород. Вот этот кусочек. Вытаскиваем его аккуратно. Аккуратно не получается. Еще. Ать. Опа. Так. Химический стакан убираем. Процесс тот же самый. Зажигаем горелку. И поджигаем вату. Но будет кое-что неожиданное. Опа. Сколько раз я это не делал, но каждый раз очень неожиданно. Разрывает просто. Скоростная камера с частотой съемки 3500 кадров в секунду выдает просто космос. Нет, серьезно. Это что-то невероятное. Просто сравните с обычными съемками и скажите мне, что скоростное видео это не круто. И вот тут самое время начать вам объяснять, в чем основная фишка жидкого кислорода. Почему он заставляет обычные вещи гореть как-то противоестественно, быстро и ярко. Правда, объяснять я это буду во время следующего опыта. В ходе эксперимента у вас наверняка останется немножко жидкого кислорода на дне химического стакана. Вот он и чего с ним сделать? Вылить? Да ни за что. Поджигаем палочку. Палочка у нас поджигается. Палочка практически горит. Вот она скорее не горит, а так тлеет. Но стоит ее опустить в стакан, как она зажигается ярче. И еще ярче. И еще, ну остается просто ее туда бросить. И пусть там горит. А пока горит, вот вам небольшой ликбез. Итак, жидкий кислород это охлажденный до минус 183 градусов газ, который перешел в жидкое состояние. Мы поможем. Пока все просто, но не совсем. Запомните два момента. Во-первых, кислород это окислитель, то есть без него невозможно никакое горение. Во-вторых, жидкий кислород это концентрированный окислитель. Если чайную ложку этой субстанции из стакана нагреть, она перейдет в газообразное состояние и при этом увеличится примерно в 600 раз. Друзья, в 600. Все, от палочки практически ничего не осталось. Надеюсь, теперь понятно, почему любое топливо плюс жидкий кислород плюс немного огня равно такое сумасшедшее горение. Кислород тоже закончился. Наш следующий коктейль – губка для мытья посуды и, конечно, жидкий кислород. Ну, в общем, как ни трудно догадаться, для того, чтобы получить вот такой эффектный взрыв либо воспламенение, нужно брать просто материал, который может впитать в себя жидкий кислород. И вот таким материалом, сейчас нарушая все технику безопасности, я выбрал еще и губку. Кислород отдаю. Если честно, не знаю, что сейчас будет. Не экспериментировали мы с губкой до этого. И, в общем, плохо, что мы не экспериментировали с губкой. Ох, ух ты, е-мое. В общем, в следующий раз мы будем на расстоянии, я думаю, поджигать губку. Как-то она очень активно себя проявила. Активно? Это не то слово. Давайте проанализируем скоростную съемку дестрою губки. Горит. Горит. И вот буквально взрывается. На самом деле это не взрыв, а просто интенсивное воспламенение. Поры губки пропитаны кислородом. От нагрева он испаряется, а значит, увеличивается в объемах, а значит, еще больше раздувает пламя. В общем, получается такая цепная реакция. Все, остается финальный еще эксперимент нашей программы. И хватит на сегодня. Финальный опыт потребовал более масштабного реквизита, а именно мангала и угля, подчеркиваю красным. И мангал, и уголь – самые обыкновенные. И сейчас увидите, что с ними может сделать наш старый криогенный знакомый. Что самое главное на природе? На природе самое главное – шашлык. А чтобы у вас получился хороший шашлык, нужен хороший уголь. Если ваш уголь горит плохо, существует народное средство. Жидкий кислород. Вот такой вот прихват. Ты куда-то, ты подойди ко мне, ты не видишь, не видно же чего, что я делаю. А я уже нажал. Нет, не нажал, нажал. Итак, если ваш уголь разгорается плохо, берете кислород, опять же, в жидком виде. Наливаете вот в такое вот самодельное устройство. Еще, еще. Обязательно нужно не забыть потом кислород закрыть. Вот так. Все, и льете в мангал. Ваш шашлык получится. Будь здоров. Наслаждаемся сверхзамедленным видеокамерой Evercam. А я вновь вопрошаю, почему в среде жидкого кислорода обыкновенный уголь буквально прожигает металл мангала? Ученые в таких случаях говорят, это физика, детка. Жидкий кислород работает, как кузнечный меха. Попадая на пламя, он буквально раздувает его. А значит, увеличивает скорость горения угля и, как следствие, повышает его температуру. Будь у меня еще больше жидкого кислорода после мангала, я бы запросто прожег и землю под ним. В общем, если не шашлык, то мангал поджарится на славу. Он ведь прогорел насквозь. Если вам стало интересно, в описании к этому видео вы найдете всю необходимую дополнительную информацию. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем счастливо и до новых встреч! Все. Мангалу точно конец. А я так надеялся его забрать с собой домой.